Группа скрылась по адресу улица Пограничников, 51-Б. Трое вооруженных преступников обстреляли из травматического оружия экипаж ГИБДД и скрылись в этом самом здании по указанному адресу. Бойцы проникли на крышу, а затем стали аккуратно на тросах спускаться вниз, периодически заглядывая в окна. Такова легенда показательных выступлений бойцов ОМОНа перед школьниками и студентами. Именно они и стали зрителями спецоперации. Оглашенные перестрелкой внимательно наблюдали за каждым шагом сотрудников спецподразделения. После такого мощного взрыва операция закончилась. Сотрудники спецподразделения задержали преступников. Дети были в восторге. Очень интересно, понравилось шоу. Что тебе больше всего понравилось? Взрыв. Это была, как я помню, звуко-шумовая бомба. И аж сердце ее, ок, ей, было, когда она взорвалась. Продвижонок настоящим боевым условиям. Суровые. Почти очень понравилось. А как-то с выбором будущей профессии поможет? Возможно. Там же на площадке бойцы ОМОНа продемонстрировали приемы рукопашного боя. Школьники внимательно наблюдали за показательными выступлениями. Прекрасное показательное шоу. Очень понравилось. Особенно, когда были приемы с ножом. Это была... И борьба. После для школьников и студентов провели экскурсию. Показали спортзал, где бойцы ОМОНа получают те самые навыки боя, которые так понравились детям. Затем рассказали историю спецподразделения и продемонстрировали вооружение. Все это делается для того, чтобы дети видели, что у них есть на территории города спецподразделения, которые несут постоянную службу, отвечают за их спокойствие. Дни открытых дверей на базе ОМОНа проходят регулярно. В этот раз мероприятие приурочили ко дню сотрудников органов внутренних дел России. Для бойцов повод лишний раз потренироваться, а для детей своего рода патриотическое воспитание. Виктория Кудашева, Михаил Ткачук, Афонтова, Новости.